Приехала в Милан. Сегодня будет влог из Милана, если получится. Приехала на маникюр и теперь давно не делала. Господи, в субботу утром всё супер спокойно. Приехала записывать влог с Милана, но это, конечно, то ещё удовольствие. Надеюсь, будет слышно. Знаете, с каких-то пор мне стало настолько пофиг, что люди смотрят, говорят и так далее, потому что здесь очень шумно и много людей, что меня это очень радует. Думаю, всем глубоко, что я говорю, где я говорю и так далее. Не все обычно думают про себя, когда видят что-то записываю. Это тоже интересно. Я сегодня хочу вам рассказать чуть попозже про уровни жизни, можно сказать, на которых мы с вами очень часто пребываем. И один из уровней, тот, который я сейчас прохожу, уровень исследователя, когда очень интересно поиграть, очень интересно поисследовать, протестировать эту реальность, что возможно, что невозможно и так далее. Но сейчас сделаю небольшую остановку в Apple и куплю себе наконец-то научники, чтобы слушать лучше вас. Ну и вообще просто порадовать, потому что очень много работало в последнее время, прямо достаточно много и важно себе самой сказать, что я молодец. Вот подарок, даже если это вещь, посмотреть и закрепить это состояние, чтобы вот ты справилась. Так больше не надо, но в следующем случае, возможно, за это будет награда. В общем-то я купила, но вышла без покупок, потому что мне его привезут домой с гравировкой, с моим именем. Ну, в общем, там не полное имя, но вы увидите. Очень интересное чувство купить что-то, но выйти без покупок. Пока непонятно, пока ты это не пощупал, не осознал, что что-то ты купил. Пока я бегу на работу проводить встречу с подвипом из моего наставничества группы «Твори свою историю про предпринимательское мышление». Это, наверное, одна из моих самых любимых частей работы, жизни и так далее. Мы продолжаем второй день в Милане. Это моя дорогая подружка Юля. Здравствуйте. Она мне сейчас начала рассказывать про то, что... Какой это дом? Чей это дом? Мы находимся перед зданием, в котором находится дом-музей Александр Монсони. Здесь написано, что в этом доме жил и умер Александр Монсони. По сути, это русский Пушкин. М-м-м. Александр, Александр и Пушкин. И Александр, который был частым гостем театра Ла Скала и некоторых ресторанов, которые сположены на улице в Ямонсони. И по правую сторону мы сейчас проходим один из исторических ресторанов в Милане. Ты рассказываешь в нем как гид весты Милана, в общем. Один из исторических ресторанов в Милане, ресторан Бойк. С даты основания 1966 года. Не знаю, зачем я это знаю, я просто это знаю. С традиционной миланской кухней. Каза Даль Монсони проводит отличные, на самом деле, часовые экскурсии. Если пожелаете что-то узнать немножечко более миланис, что-то более миланское, эксквизит, welcome. Ну или ко мне в гости. Да, вот это, мне кажется, самое лучшее решение. Просто ехать в гости к Юле. И просто слушать Юлю. И просто слушать Юлю. Всё, больше ничего не надо. Он проведет вас по самым лучшим местам. Мне вот очень нравится вот эта улочка. Такая не миланская, мне кажется, вообще совсем. Или, может быть, наоборот, супер миланская. Или супер миланская. Для меня Милана это какие-нибудь улочки с шоппингом, с какими-нибудь бутиками и так далее. Мы как раз пришли пару бутиков, которые, на самом деле, если туристы не знают, то довольно-таки улочка такая маленькая, не особо яркая и не зайдут. Ну как? У меня один турист, украшает супер мегаместная, локальная. Глядь, супер боринг. Я спала. А чё это вообще такое? Ну нам супер боринг не надо, Юля. Нам супер боринг не надо. На шоппинг. Юля продолжает мне что-то тут рассказывать. Мы подошли к одному из ней многочисленных фонтанов. В Милане, подведено романтическое название. Называется «Сандарт поцелуй». У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Я продолжаю этот блог, как и обещала. Единственное, я уже не в Милане, я в Ливорно. Приехала сюда на недельку, поэтому буду показывать вам дальше другой город. А Милан вы всегда увидите. Сегодня и эту неделю я уже без моей дорогой подруги Юли, которая могла бы рассказать вам очень много исторических фактов, классных мест и так далее. Поэтому будем открывать этот город вместе с вами. То, как я привыкла обычно открывать вообще любой город без плана, без какого-то маршрута. Просто идешь и забываешь вообще, где ты, что ты. И открываешь для себя новое место. Вот как и было вчера. Мы с мужем ходили в класснющее просто место. Поели очень классные рыбы, выпили очень классного вина. Эту недельку я уже осталась здесь одна. Чилить, расслабляться и доводить дела до конца. Осталась буквально неделька до моего 30-летия. Не знаю, когда выйдет этот влог. Возможно, уже в мои 30. Возвращаясь к той пасхалке, которая была в прошлом влоге. Про то, что я упала очень сильно, шмякнулась и было неприятно. Мягко говоря, было неприятно. К чему я это и что я за это время поняла? Точнее, не то чтобы поняла, но у меня схлопнулась картинка и продолжает их слопываться иногда в такие моменты. Когда начинаешь себе напоминать. Потому что, как из прошлого моего такого большого видео разговорного, мы двигаемся с вами по спиральке. И все осознания, которые мы с вами проходим, у каждого разная совокупность факторов, навыков, софтов, родителей, окружения. Других факторов, которые повлияли на нас, продолжают влиять и повлияли на формирование нашей личности. Поэтому у каждого осознания есть свои. Но мы по ним двигаемся также по спиральке все больше и глубже, опираясь на эти осознания и глубже их понимая. Так вот, обычно в моем случае, когда я ударяю сильно, либо делаю себе сама больно, это естественно получается случайно, никто не делает себе больно специально. Обычно. Соответственно, это обычно бывает из-за полной такой злости, агрессии в внешнюю сторону. Но достаточно часто мы агрессию не можем выразить внешне. То есть направить на внешний источник, направить на человека, на которого мы злимся, на ситуацию, на которой мы злимся. И в любом случае, по закону энергии, по закону физики, если мы копнем в школьную программу, энергия у нее есть потенциал. Потенциал, который должен вылезть где бы то ни было. Энергии не важно, куда она направится. Самое главное реализовать ее потенциал. Соответственно, происходит внутренняя компенсация этой физической энергии. Агрессия, злость направляется вовнутрь, а не вовне. Потому что мы сами себе запрещаем направить ее на внешний источник. Как-то заорать, поорать, порвать страницы, я не знаю, постучать кулаками, побить подушку и так далее. И направить вообще-то на другого человека, на которого мы злимся. Мы направляем ее вовнутрь. Мы случайно, не специально делаем себе больно. Либо какой-то простудой, еще чем-то. Но у меня это выражается очень быстро. Я либо падаю, либо шмякаюсь, либо что-то происходит, не работает телефон, что-то ломается. И это просто моментально происходит. Что делать в этих ситуациях? Вообще понять, почему такое произошло. Сопоставить факты. Здесь важно восстановить те действия, те вообще события, которые были. И если связь есть, то связать. Если связи нет, то их не делать. Потому что это часто, опять же, ошибка. Это есть мой вывод. Выпускать пар, выпускать энергию, будь то она положительная, будь то она негативного характера, выпускать ее сразу. Очень круто, мне кажется, такое осознание к 30 и зафиксировать его на видео, чтобы потом самой же пересматривать. Так хорошо в морском городе и в порту, где происходит много движения, хотя не кажется совершенно, что движения много, много деятельной энергии, что ли. Отсюда входят довольно большие морские путешествия. Мы так объелись морской кухней здесь. Просто так вкусно. Километр нулевой. Потому что все прям ловится здесь же и естся здесь же, поэтому так все прям свежо, вкусно. Оставлю вам здесь несколько классных картинок. Ну и оставлю пароль уявки. Прикиньте, сколько здесь историй в этом порту, сколько встреч, сколько расставаний, любовных историй. Просто, мне кажется, не считать. Я начала в начале этого видео, когда мы с вами были в Милане, говорить про разные позиции. Они не строгие, естественно, как любые типологи личности. Мы с вами переходим с одной позиции на другую и так далее. Первая позиция – это жертва, нулевая позиция. Вторая позиция – борец. Третья позиция – искатель или игрок. Следующая позиция – исследователь. И пятая позиция – это автор или творец. Да, творец своей жизни. Так и называется один из моих личных каналов. Твори свою историю. Прямиком она идет из тех времен, когда я написала свою песню. Так она и называется – твори свою историю. Так вот, давайте с вами разберемся по уровням, которые у нас есть. Блог, влог у нас получается таким. И еще и немного коучингового характера, психологического характера. Поэтому я надеюсь, что вам нравится таким образом. Я не знаю, как меня будет слышно и слышно ли будет вообще. Потому что тут шумновато. Но, блин, как же круто работать удаленно, работать на себя. Даже если нужно перерабатывать в некоторые моменты. Ты просто можешь взять, условно, велик, взять машину, полететь на самолете куда угодно, когда угодно. И ты сам себе принадлежишь. Просто кайф. Невозможнейший кайф. Это стоит того. Это стоит того. Все, переверну, попробую. Если видно, как я еду. Виртуозно. Первая позиция – это жертва. Как можно понять, что мы в ней находимся? И вообще просто валидировать. Не обязательно что-то с ней делать. Жертва – обычно что-то с ней само случается в этих ситуациях. Когда, ой, это, наверное, само произошло. Это вообще. Там жизнь с нами происходит. Работа сама случается. Все влияют на нас. А мы можем только жить жизнь под влиянием других. Со мной случается. Со мной происходит. Я не управляю своей жизнью. А она управляет мной. Когда у нас есть страх из внешней истории. То нами очень просто манипулировать и управлять. Поэтому очень многие маркетинговые компании, рекламные компании, они созданы на страхе упущения. Тот самый страх фома. Страх пропустить что-то. Когда мы находим себя в таких ситуациях, мы находимся именно в этой позиции. Здесь еще можно себя словить в такой позиции, когда мы с вами смотрим какие-то сериалы достаточно такие длинного характера. И нам кажется, что происходит это все с нами. Что это наша жизнь показывается в сериале. И мы начинаем обсуждать эти фильмы, эти сериалы и так далее. И проживать эту жизнь, проживать собственную жизнь как будто бы из сериала. Такое происходит в не самых лучших наших ситуациях жизненных, стрессовых. Просто важно понимать, что оно есть. Следующий уровень это борец. Борцы готовы что-то менять, готовы действовать. Есть агрессия, но возможно не совсем здоровая агрессия, которая направлена вовне. Обычно борцы говорят, не мы такие, а жизнь такая. Это такая прямо точная фраза, по которой можно определять. И на этом строится сериал, если я не ошибаюсь. Бумер из нулевых. Борец снимает с себя ответственность за свои действия, за то, что произошло. И достаточно создается много дискомфорта на этом уровне. Этот уровень и в жертве, и в борце достаточно много такого жизненного дискомфорта, что что-то постоянно не устраивает. Здесь уже что-то не устраивает. Не жизнь происходит со мной, а что-то уже не устраивает в жизни. В чем, возможно, схожесть этих двух позиций. В том, что и борца, и жертва, что люди принимают дискомфорт. Да, что мы принимаем дискомфорт в этих позициях. И когда мы говорим, что ну окей, ну там не комфортно, но я не готов что-то с этим делать, то вероятнее всего мы на этих позициях в принятии какого-то решения. Опять же повторюсь, что мы 100% не находимся постоянно в какой-то из позиций. Но мы можем себя валидировать, говорить об этом честно с самими собой, во-первых, и понять, а где мы сейчас находимся, и почему с нами такое происходит. И борцы очень часто про урвать, урвать себе все, взять у других себе. Не создать что-то, а взять вот этот вот кусок. Соответственно, здесь можно тоже наблюдать из социальных сетей. Как мы можем заметить этих борцов, когда идет нападение, когда идет агрессия, когда идет провокация. Борцы могут быть и тихими, когда идет внутренняя какое-то противоречие. Мы можем быть очень спокойными в борце, но внутренне происходит огромная просто война, борьба. Это часто какие-то внутренние переговоры с самим собой, что я недостаточен, что я сейчас сделаю проект, но положу его в стол. То в этих ситуациях мы тоже можем себя найти в борце, только в борце вовнутрь. Сейчас будет мой самый-самый любимый вид. Ну что за приезд. Я чувствую, когда ушла кататься на велике, потому что уже все, не вывозишь эти встречи. Такая красота. Следующий уровень это искатель. Искатель уже берет ответственность за то, что происходит, что происходит с его жизнью. Он понимает, что может что-то сделать с этим. Но очень часто причинно-следственные связи рушатся. Искатель может на сто процентов быть уверенным. Делаю медитацию и будут мне деньги. Причинно-следственная связь нарушена, потому что без действий денег не будет. Возможно, состояние, действие и деньги. Но не наоборот и не вперемешку. Где-то вот сопоставление причин и следствий может нарушаться. Активно впитывает любую информацию. Потому что из слова искатель это люди, которые постоянно на обучениях. Которые постоянно чему-то новому учатся. Это психология. Да, это коутинг. Это что-то еще. Искатели очень часто ищут какие-то причинно-следственные связи, в том числе у помогающих практиков. Не только психологи и коучи являются помогающими практиками. Но еще к ним относятся и астрологи, и торологи, и нумерологи и так далее. Если мы часто обращаемся к таким практикам, мы можем себя идентифицировать в большей степени на уровне искателя. Либо в конкретно данный промежуток времени. Через влияние на реальность, которая происходит с искателем, он понимает, что есть определенные следствия того, что он делает. И на уровне искателя происходят достаточно глубокие разговоры. С детства я очень любила глубокие разговоры с людьми. На уровне, что такое жизнь, что такое смысл жизни и так далее, я всегда задавалась с детства этим вопросом. Сначала к каким-то религиозным моментам, после уже к каким-то книгам приступила. Начала читать очень рано про осознанность, про силу мысли и так далее. И очень рада этому, естественно, потому что это дает возможность быть сразу на разных уровнях при необходимости, при разных ситуациях жизненных. Здесь уже на уровне искателя начинается кооперация. Если на уровне борца конкуренция, то есть мы воспринимаем, что все друг другу конкуренты, нужно бороться за свое место, нужно выгрызать просто все, то на уровне искателя начинается кооперация, коллаборация, партнерское отношение и так далее. Я это тоже очень люблю, потому что считаю, что конкуренции в большей степени ее нет, чем она есть. Потому что у каждого своего помогающего практика, у каждой своей онлайн-школы есть свой клиент. Это очень круто, потому что таким образом создается следующее поколение, следующий уровень осознания. Я всегда за то, чтобы росли разные люди, развивались разные люди. Для меня нет конкурентов, друзей, партнеров и так далее. Все в равной плоскости находятся, и я в равной степени могу и хочу помогать тем, кому это нужно, важно и кому я могу быть цена. Просто это моя огромнейшая ценность кооперации и партнерства. И здесь происходит на этом уровне как раз признание того, что вы не идеальны. Это супер важно. Следующий уровень это игрок. Он уже тестирует гипотезы, тестирует реальность, присваивает ответственность за совершенные действия и за создание своей реальности. Он признает, что вот так, прямо сейчас вот так, какие возможности я из этого могу создать, я из этого могу вытащить для самого себя. Происходит уже взаимодействие не просто как на уровне искателя я и ты, да, там вот эта кооперация и так далее, а на уровне больших систем, больших структур происходит понимание, что есть большая система, и я должен понимать ее правила абсолютно в разных вещах. Есть там система блогинга, да, система ведения бизнеса, но также есть система семьи, в которой тоже есть распределение ролей. Также есть понимание системы дружба, системы партнерства и также понимание распределения ролей в каждой из систем, равенство в определенных системах. Игрок никогда не ищет причины, он просто создает, делает, замечает невидимые системы, большие системы, происходит баланс с внутренним ощущением себя и чувствованием своей реальности. На уровне игрока без чувств не обойтись. Большие горки, они происходят на уровне игрока и нет понимания, нужно просто отказаться от той мысли, когда мы идем вверх по своей лестнице развития, что все будет вот прям в балансе ровненько. Это искажение, это ментальное искажение, которое кто-то погрузил когда-то в нашу голову. Это не так, потому что чем выше мы поднимаемся по нашему развитию, собственно, относительно себя, тем больше у нас будет вот таких вот скачков. Скачков я имею ввиду того, когда мы чувствуем себя просто на пике, мы самые крутые, мы чувствуем вдохновение, воодушевление, творить все, быть авторами своей жизни. Но мы так же и спускаемся вниз, что мы ничтожествуем, мы вообще ничего не умеем и так далее. Это окей. И на уровне игрока проживание этих чувств, оно намного где-то глубже, оно ярче. И это нормально, потому что без чувств мы не можем понять, где что не работает. Вот, надеюсь, понятно объяснила. И здесь важно выстроить чувствование своего тела. Тело это вообще отдельная тема для нашего отдельного, возможно, разговора. У меня тоже есть там провалилась монеточка, как говорится, в копилку осознаний. И тело это наш партнер. Тело это своего рода сосуд, за которым нам нужно обязательно следить, обязательно наблюдать. Каждый день заниматься развитием своего тела. Не только ментального сознания, не только профессионального сознания, не только развиваться по карьере, но и развивать свое тело, развивать свое здоровье. Потому что нам с нашим телом, дорогим, еще долго жить. И недавно вот разговаривала с прекрасной коллегой, основательницей своего агентства. Она мне как-то подсветила то, что мы вообще-то можем жить до 100 лет. Наше поколение может прожить до 100 лет. Потому что развитие достигло такого пика, что до 100 лет мы можем еще жить. Лене привет передаю за это важное такое вот осознание. Блин, я так хочу купаться. Уровень творца, уровень автора. Автор своей жизни, творца своей жизни. Когда мы уже начинаем создавать свои правила. Когда у нас безусловная вера в себя. Что бы мы ни делали, мы начинаем верить в себя. Безусловно, без никакого упрека. Просто продолжаем делать, верить в то, что у нас получится. И в законе роста есть три правила. Это чувствование, то есть наше желание. Это действие, то, что мы должны продвигать. И это воля, сила воли. Это мотивация, которая продолжает нас двигать вперед. Я люблю говорить о том, что силы воли нет. Но есть воля, которую мы растим абсолютно каждый день. Через разные практики. Это может быть что угодно. У меня это практика медитации на 15 минут абсолютно каждый день. Вне зависимости, где бы я ни находилась. Я не могу заснуть без этой практики. Без того, чтобы я посидела в медитации. Вера в свои дары, вера в свои таланты. У каждого из нас с вами есть талант. Его просто необходимо где-то распаковать. Где-то узнать о нем. Как мы о нем узнаем? Чем больше мы контактируем с другими людьми, чем больше мы находимся в контакте, в партнерстве с ними, тем быстрее мы понимаем свои таланты. Поэтому идите и коммуницируйте с людьми. Идите общайте. Идите пробуйте. Пробуйте разное. Если в общении пока сложно, то пробуйте просто хотя бы делать базовые действия. Делать те действия, которые вам интересны. Я не знаю, дизайн чего-то, создание ютуба, помощь другим через определенные действия, потому что это тоже продвигает абсолютно все. И понимание, что мы больше, чем просто тело, и тело наш партнер на уровне творца, на уровне автора, это крайне важная составляющая. Без тела мы не обойдемся. Тело нам помогает проживать день, помогает проживать эмоции. Есть как физический метаболизм, так и эмоциональный метаболизм. Мне очень нравится эта концепция эмоционального метаболизма. Его тоже можно нарастить. И тело в этом случае, физические действия, физическая нагрузка нам в этом очень сильно помогает. Это были несколько вот таких вот важных пунктов. Я закрыла ноутбук, и мы с вами продолжим путешествовать по Ливорно. Надеюсь, для вас это было полезно. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы выносите для себя, что для вас являлось таким важным, возможно, щелчком. Я тоже эти щелчки для себя обчитываю, смотрю. И тоже важный момент для перехода из одного уровня в другой — это благодарность, это замечание того, что вы видите вокруг. Пусть даже какая-то маленькая вещь. Эта планета есть еще одна. Да, наверное. но он не мое, но... Ва бе, но ты как бы не могла видеть Это для нас Ты моя компания? Моста? 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 Продолжение следует..